здравствуйте меня зовут фёдор васильев приветствую вас в одиннадцатом уроке видеокурса лендинг пэдж для начинающих и в этом уроке я покажу вам как разместить ваш лендинг пэдж на бесплатном хостинге и на бесплатном домене если вы не знаете что такое хостинг что такое домен вкратце поясню домен это адрес вашего сайта то есть это тот самый адрес который вводится в строке браузера ваш персональный адрес хостинг это удаленный сервер где вы располагаете все свои файлы домен непосредственно связываете с хостингом и у вас сайт отображается в интернете на него можно зайти с любой точки земного шара немного расскажу о хостинге и о домене в нашем случае у нас сайт небольшой лендинг пэдж это достаточно легкие сайты если мы делаем их в адоб news и в принципе бесплатного хостинга нам будет достаточно что касается бесплатного домена тут я вас сразу предупрежу сейчас пока вы учитесь ваш первый лендинг ваш первый сайт вам для тренировки будет достаточно разместиться на хостинге с бесплатным доменом но я вам сразу скажу что если вы будете делать рабочий какой-то сайт рабочий проект вам обязательно нужно регистрировать адрес сайта домен имя платное красивое имя подбирать то есть это стоит где-то от 100 рублей в год если это в зоне ru или rf в зоне . ком это уже 350 рублей но для начала вам подойдет бесплатный домен почему бесплатный домен я не рекомендую в будущем вам использовать они плохо работают их часто банят часто их закрывают и к ним очень очень плохо относятся поисковой системы особенно яндекс а если ваш сайт направлен ваша тематика на русскоязычной аудиторию то яндекс вам ваша поисковая система она в первую очередь вам нужно вы в первую очередь должны понравиться ей то есть ваш сайт а уже на втором месте google так что имейте это ввиду бесплатный хостинг это хорошо для лендинг page но к сожалению не получится везде иметь все бесплатно домен 100 рублей в год это в принципе небольшие деньги зато адрес ваш будет красив ну конечно какой адрес и подберете себе и соответственно поисковые машины не будет к вам иметь никаких претензий что касается хостингов хостингов великое множество везде свои есть минусы и плюсы я предлагаю вам воспользоваться вот этим хостингом хостингер они предоставляют неплохой бесплатный хостинг и бесплатный доме здесь можно совершить обычную регистрацию нажав на кнопку создать аккаунт или можно зайти через вконтакте или google плюс давайте попробуем зайти через google плюс то есть если у вас нет google плюс то просто смотреть урок аналогичным образом зайдите вконтакте но если у вас и нету аккаунта и вконтакте то в принципе здесь обычная регистрация как на всех сайтах нет ничего здесь премудрого итак открывается передаем такое окно нажимаем применить вы успешно зарегистрировались нам система от хостинга говорит с вашим аккаунтом google теперь вы можете войти в хостинге нажав иконку google так мы с вами вошли и здесь нам сразу видно три тарифных плана давайте попробуем бесплатно завести аккаунт нажимаем на кнопку заказать смотрите нам сразу предлагают введите домен и пароль здесь есть выберите тип домена домен или субдомен посмотрите если мы домен пишем то здесь нужно указать заранее зарегистрированный вами домен то есть это уже платный домен в этом уроке я покажу как зарегистрировать бесплатный домен прямо на этом хостинге оставляем субдомен смотрите в этом поле субдомен вы придумываете любое название латиницей а здесь идет окончание то есть по клику по стрелочке можно выбрать какое окончание будет вот как раз таки об этом я и говорил что домен будет некрасив то есть имеется ввиду например ваш домен ваш сайт точка ру а здесь будет ваш сайт . видите и пошли всякие буквы цифры то есть здесь принципе выбирайте любое здесь не имеет вам значения я возьму вот этот вот и домен с вами назовем давайте я назвал свой домен лендинг page 73 идем дальше здесь нам нужно придумать пароль придумайте пароль и повторяйте его ниже нажимаем потом на кнопку продолжить подтвердить ваш заказ тариф бесплатный домен лендинг page 73 . холл . е.с. цена 0 рублей кликаем на вот эту капчу я не робот так у нас галочка сработала кликаем заказать аккаунт лендинг page успешно создан статус активен все в принципе смотрите вот это и есть наш домен по которому нас могут находить в интернете или эту ссылку вы можете передать передавать своим друзьям и знакомым следующее мы кликаем вот прям по этому домену у нас вылазит такие четыре кнопки а теперь нам нужно создать ftp аккаунт так называемый чтобы мы смогли через программу адоп мюз закинуть наш сайт на этот хостинг кликаем по первой кнопке управления крутим ниже нам нужно найти раздел файлы и кнопка ftp доступ кликаем по кнопке ftp у нас здесь уже есть нам сейчас понят понадобятся здесь вот эти вот данные теперь мы открываем программу адоп мюз и так открыли сайт в адоп мюз убедитесь в том что вы все сделали ничего не забыли а прежде чем вы будете размещать сайт в интернете конечно же а если даже что-то вдруг и забыли потом также в программе отредактируется любой ваш элемент или что-то дополнить смотрите идем файл и нам мюз предлагает три варианта первые передачи на ftp сервер то есть это и есть мы как бы весь сайт с вами через программа адоп мюз разместим в интернете именно этим способом есть еще публикация на бизнес-каталист но это а каталог от сам от самой компании адоп где можно разместить сайт это тоже хостинг тоже бесплатный насколько я знаю вот не буду врать я не пользовался сам этот насколько я знаю я лишь пользовался вот экспортировать как html и передачи на ftp сервер экспортировать как html то есть мы весь сайт с вами экспортируем этот аналогичное действие как и передачная ftp только мы с вами это разместим на компьютере это может быть нужно если например нам нужно этот сайт то есть эти файлы то есть сайт что это такое это файлы папки и так далее да то есть например нам сайт нужно кому-то передать а не загружать сразу на сервер ну это может быть такое вы например делали сайт для клиента то есть он сами расплатился все нормально его все устраивает вы делать экспорт на html на свой компьютер и этот архив уже потом просто отправляете вашему заказчику и так мы кликаем на передачи на ftp сервер у вас всплывает вот такое окно и нам необходимо правильно заполнить эти поля мы с вами в аккаунте хостинг были вот на этой странице и теперь первое поле ftp сервер прям вот так отсюда целиком всю строчку копируем и в первое поле ftp сервер программа adopt news мы вписываем вот таким вот образом как у меня имя пользователя и пароль возвращаемся в браузер смотрите ftp пользователь напротив идет вот такое вот автоматическое имя пользователя она создается автоматически на хостинге имя пользователя в адоб news мы вставляем это логин пароль это пароль генерировался автоматически я не знаю но это не мой пароль который я создавал если у вас есть какое-то заблуждение по поводу вот этого пароля то здесь кликаем на кнопку сменить пароль аккаунта видите пароль то есть это пароль от аккаунта например вы его не помните здесь вы вводите пароль и здесь пароль повторять сохранить вот я пароль сменил на 1 2 3 4 5 6 вписываем в поле пароль программе adopt news ставим галочку сохранить учетные данные нажимаем далее если вы сделали все верно у вас откроется вот такой вот так но url адрес сайта нам нужно сначала прописать у нас адрес сайта я возьму прямо отсюда то есть у вас свой здесь адрес да у меня свой также прописано здесь после того как мы прописали адрес у нас появляется плюсик если мы на него кликнем мы можем добавить дополнительную урель адрес у нас тут поставил запятая и можем поставить другой адрес это может быть нужно если например один тот же сайт нужен на разных доменах у нас адамин один поэтому я запятую далее а следующая папка на сервере как правило все хостингов это public html чтобы узнать папку на сервере идем в tp доступ и вот папка для загрузки файлов здесь идет publish нижнее подчеркивание html лучше прямо отсюда вам это дело скопировать здесь первую очередь на английской раскладке клавиатуры вы ставите вот такой вот слэш и вставляйте publish то есть то что мы скопировали html ниже передачи только измененные файлы кликаем по этому списку и выставляем все файлы только измененные файлы это если у нас сайт уже загружен на хостинг мы произвели какие-то другие новые изменения и нам нужно только новые изменения загрузить чтобы это все было быстро нам не нужно весь сайт опять перезагружать на хостинг следующая будет перезагрузка у вас вы выберете только измененные файлы сейчас же выбираем все файлы и нажимаем ok У нас идет с вами передача FTP в сервер И здесь пишется Что у нас происходит Создача папки Phone, Table и так далее И вот тут показано сколько файлов осталось Выше показано сколько процентов Уже у нас залилось на хостинг Здесь нужно подождать Окончание загрузки сайта Итак у нас загрузка завершена Автоматически Меня выкидывает В браузер Который у меня по умолчанию Это Opera И сейчас вы видите сайт В реальном времени открылся То есть открылся уже на адресе Вы можете убедиться в этом Увидев что действительно вот он адрес сайта Бесплатный домен Только что мы вместе с вами зарегистрировали Бесплатный домен, бесплатный хостинг И сайт видите прекрасно Быстро открылся Вы сейчас видите У нас все ровно Никаких косяков Вот таким вот образом Кнопка купить проверяем Кнопка работает И выкидывает меня на нужный адрес Я вас с этим поздравляю С вашим первым лендинг пейдж Который мы с вами загрузили в интернет В мюзе здесь вылазит такое окно Можете нажать окей И не забудьте сделать файл Сохранить сайт как Чтобы у вас сохранились Настройки вот этих передачи данных на сервер Потому что если вы будете здесь какие-то изменения вносить Здесь вам не придется заново прописывать Всю вот эту рутину На этом я заканчиваю видео урок И увидимся в следующем Наверное трудно представить себе Современный лендинг пейдж Сделанный в Adobe Muse Без сторонних виджетов А где же их взять Спросите вы Специально для вас я подготовил Пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет Ждут вас Всего в два клика Вы сможете скачать Абсолютно бесплатный Потрясающий виджет Например Меню для мобильных устройств Несколько вариаций мобильных меню Уникальные слайд-шоу Всевозможные эффекты с текстом Круговой прогресс бар Маска с текстом И многое другое Чтобы скачать виджеты Перейдите на мою страничку Адрес, который вы видите у себя на экранах Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик И нажмите на кнопку Забрать виджеты К вам придет письмо С подтверждением вашей электронной почты Обязательно подтвердите Иначе виджеты не придут к вам на почту Второе письмо придет к вам автоматически Где вы сможете скачать 121 виджет Делайте лендинг пэтч Делайте их круто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok